Здравствуйте! Вы смотрите программу из первых рук в студии Асель Растангалиева. Сегодня у нас в качестве гостя Досанов Голымбек Нурмуханович, первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Октябрьской области. Сегодня будем говорить об этом ведомстве и какую работу оно ведет в период пандемии коронавируса. Здравствуйте! В первую очередь хотелось бы, конечно, поинтересоваться, чем занимается ваше ведомство. Здравствуйте! Вы правильно отметили, что с момента начала пандемии, как и все государственные органы, мы перешли на онлайн-формат работы. За исключением наших оперативно-следственных подразделений, все направления сейчас работают в онлайн-рожиме, и эта работа продолжается. Но мы должны обязаны соблюдать санитарно-гигиенические требования уполномоченных органов. В этот период агентство запустило информационный проект «Антикор Лайф». Вот у нас, вы знаете, в прошлом году, в конце года, мы же открыли антикор-орталга, антикор-центр. Который находится по улице Марийского, верно? Марийского, да, возле нашего основного здания. И мы оттуда и вещаем. Мы ежедневно, каждый день, значит, выносим наши вопросы. Вопросы, связанные не только с реализацией антикоррупционной политики, но и вопросы текущей жизни, которые интересуют людей. Есть и жалобы, заявления, обращения граждан. Мы эти вопросы решаем и же в этом прямых эфирах об этом и разъясняем, говорим. То есть это наша традиционная работа, профилактика, превенция коррупции. То есть это, значит, призыв к добропорядочности, честности. Вот такие моменты у нас. Школа добропорядочности, которые открываются, открывались в вузах, это тоже ваша инициатива? Это наша инициатива, но эта работа ведется в рамках проектного офиса Актюбе Адал-Дагалага. Мы совместно работаем. Вы знаете, у нас при нашем департаменте существует три общественные формирования. Это Актюбе Адал-Дагалага, который занимается искоренением бытовой коррупции и насаждением, значит, вопроса добропорядочности, честности. И вот Адал-Дагалага, то есть, вот то, что сказали, школа на пробирательности в вузах и Адал-Дагалага в школах есть у нас имеются. И это проект именно Адал-Дагалага. Второе у нас общественное объединение – это специальный мониторинг группы, которые тоже занимаются, значит, они мониторят реализацию антикоррупционной стратегии Казахстана, рассчитан на 15-25-е годы. И третье наше общественное объединение – это мы создали в прошлом году, в конце года, это информационно-просветительский штаб. Также занимается разъяснением нашей антикоррупционной политики, антикоррупционного законодательства и целым вопросом добропорядочности. Вот можно более подробно все-таки рассказать о деятельности мониторинговой группы, потому что сейчас в условиях пандемии, в условиях карантина, который у нас был, и сейчас проходят ограничительные меры. Как она работает? С кем взаимодействует? С общественностью? С волонтерскими, может быть, бригадами вы работаете? С НПО? Каким образом вы связь поддерживаете? Хорошо. Ну, тут надо, прежде всего, надо разъяснить. Вот антикоррупционная служба правительство ставит на превенцию коррупции, да? Вот у нас инструменты, вот у нас есть механизмы, именно превентивный механизм, это проведение внешнего и внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора. Есть также мониторинг коррупционных рисков. Вот два этих у нас очень важных инструмента, которые мы используем в своей деятельности. Внешний анализ, это, значит, мы исследуем, это делается совместно с объектом анализа, создаем комиссию совместную с объектом анализа, это любой государственный орган, или же это компания. И проводим, значит, анализ деятельности этого государства. Это, значит, анализ законодательства, нормативных прав актов и анализ организационно-управительственной деятельности на предмет выявления коррупционных рисков. Это добровольно делается, по согласованию. Тут вопрос уголовного преследования не стоит. Мы выявляем эти, значит, коррупционные риски, показываем, выдаем свои рекомендации и даем время на устранение. Это очень хороший, думаю, инструмент именно предупреждения коррупции, да? И второй механизм – это антикоррупционный мониторинг, тоже на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Ну, сейчас, в данный момент, вообще, внешним анализом и антикоррупционным мониторингом подвержены все сферы. Мы во всех сферах эту работу проводим. И образование, и здравоохранение, и сельское хозяйство, и нелегативное. Ну, все в направлении деятельности государственных органов. Теперь, в настоящее время, в связи с пандемией, да, мы 7 июля начали работу мониторинг аптечных сетей. То есть, сами знаете, существует нехватка лекарственных средств по всей республике, в том числе и в нашем регионе. Поэтому наше руководство во исполнении поручения главы государства нас ориентировало на мониторинг лекарственных средств. Это вопросы завышения цен, это лекарство, нехватка лекарств, или же спекулятивные моменты. Есть, когда граждане имеют факты, когда граждане закупают в большом количестве лекарственных средств и по завышенной цене реализуют население. Это тоже незаконно, это неправильно. Поэтому сейчас, в настоящее время, значит, мы, если сказать... По цифрам, да, наверное? По цифрам, да, я хочу сказать, по статистике, привести примеры, да. Вот 7 числа мы создали, значит, рабочую группу из числа работников антикоррупционной службы и общественного формирования. Это, значит, Актива Талтаваланга, это СМГ, и уполномоченный орган в сфере фармацевтики и контроля безопасности качества товаров, работы и услуг, активистской власти, да. И антимонопольный департамент тоже. Значит, с момента работы, с 7 июля, мы мониторили, значит, охватили мониторинг 36 аптек, 3 складских помещений и один провизорный стационар, а также деятельность колл-центра Акимата-Октюбинской области. Какие результаты, на сегодняшний день? Результаты, знаете, сейчас на сегодняшний результат у нас выявлено 12 нарушений из них по 7 фактов завышения цен лекарственных средств, 4 факта реализации лекарственных средств в не специализированных помещениях и 1 факт продажи не зарегистрированных препаратов в Казахстане, значит. Ну, наравне с нами работают и мониторинг группы, и другие государственные органы, Акимата тоже в том числе, но эта работа будет продолжена. Значит, почему мы вот пришли к колл-центру Акимата-Октюбинской области, потому что поступили жалобы, якобы, находясь там работники, как бы не полностью, не полно, как бы консультируют амбулаторных больных. Колл-центр предназначен для того, чтобы там сидеть врачи, они консультируют, разъясняют, как лечиться амбулаторно. Полностью, то есть полную информацию нужно выдавать. Да, да, полную информацию нужно выдавать. Но в настоящее время, на сегодняшний день, на 16 число, уже работа аптек, значит, стабилизируется, лекарственные средства поступают. Кстати, мы занимаемся и сопровождением лекарств, которые поступают из-за границы, то есть иностранных груз, на сегодняшний день груз поступил в нашу область из Катара и из Китайской Народной Республики. Мы, наша комиссия, вот я уже говорил, рабочая комиссия, они выезжают, полностью вот груз встречают и полностью отслеживают с момента, значит, поступления, выгрузки, а потом распределения по больницам. То есть наша цель, чтобы вот лекарства и другие изделия, которые нужны, сейчас дошло до адресата, до больных. Вот эта работа очень важна, я считаю, эта работа в надлежащем виде исполняется нами. Да, работа ведется, но ведется она 7 июля. На это обычно наши бактюбинцы отреагировали таким образом, таким вопросом. Почему не была создана мониторинговая группа раньше? Ведь то, что завышены цены и нет лекарственных средств в аптеках в нужном количестве, она ведь, эта проблема, появилась чуточку раньше. Почему произошло это вот именно 7 июля, а не чуть на месяц раньше заболевания? Нет, мы правильно говорите. Мы на такие факты, значит, реагировали и ранее. И мы в своих прямых эфирах об этом и говорили. Мы приглашали по этим вопросам, начиная с первого заместителя Акима области. Поэтому просто мы к себе приглашали. То есть всегда держали руку на пульсе? Мы на пульсе. Просто я говорю, официально нам команда поступила. Мы же правоохранительный орган, мы тоже работаем по указанию, по поручению высшестоящего руководства. А так мы официально. А так мы эту работу начали с момента, с марта месяца, когда уже объявили пандемию коронавируса. Ну, ваше ведомство проводит очень большую работу, и вам нужно отдать дань и поблагодарить за то, что именно благодаря вашему ведомству были внесены изменения в законодательство, касаемо того, что увольнять или же руководителя отстранять от работы, если подчиненный его был в антикоррупционных, ну, замешанных таких вот делах в этом плане. Какие еще изменения в этом году будут? Хорошо, скажу, но прежде я хотел бы еще раз сказать, что у нас вот период пандемии, я говорил уже, значит, информационный проект, это у нас Антикорлайф, и второй проект тоже мы создали, это Адалкумек, то есть это бесплатное оказание юридических услуг населению. Адалкумек, то есть это разъяснение юридических вопросов. И мы всю эту работу привлекли наших юристов нашего города, и к этой работе мы привлекли и работе районных акиматов, чтобы они людям оказывали грамотную, значит, бесплатную юридическую помощь. Это гражданские консультации, это гражданские, значит, права, это трудновой законодательство, все эти вопросы. Вот, кстати, я должен сказать, сегодня будет прямой эфир, знаете, да, известный адвокат Айман Умарова. Да, 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 абсолютно. Она будет консультировать население Октябрьской области. Это тоже благодаря вам такая работа. Да, я хочу объявить населению, сегодня, это наша, да, это наша инициатива, 9 часов, 19 часов начинается, по WhatsApp-телефону 8776-577-92-667. То есть по этому номеру телефона можно заранее опросить? Да, да, можно сейчас отправлять, можно, значит, до 19, до 19, и период, вот именно прямой эфиром можно задать и получить, и черпающий ответ. А прямой эфир где будет проводиться, давайте скажем. Она будет, значит, прямой эфир, она будет проводить у себя с Алматы, сюда будет вещать, именно через WhatsApp, через, значит, наш... Инстаграм, наверное, инстаграм. Инстаграм ваш. Больше инстаграм, да, и Facebook наш, наши это контенты. Это все объявления уже мы, с понедельника объявления уже, как бы, развесили, объявили, население знает, уже много вопросов уже поступили. Теперь ваш вопрос в отношении законодательных инициатив, да? Действительно, в конце прошлого года по инициативе нашего агентства, опять-таки, по поручению президента Республики Казахстан, Константин Кемиловича Докаева, мы внесли ряд, значит, поправок, действующий закон о противодействии коррупции и закон о проходении государственной службы в Республике Казахстан. Значит, тут затронут вопросы отставки политических государствующих в случае совершения коррупционных преступлений и его подчиненными, их подчиненными. Значит, политические государственные у нас, это министры, да, министры в Центральном государственном органе, его заместители, на местном уровне Аким области, его заместители и районы Аким, а также руководители аппарата Центрального государственного уровня, это министерства. В случае совершения их заместителями, да, коррупционных преступлений, они обязаны после вступления приговора закон о силах, они обязаны в течение 10 дней подать заявление об отставке. Но отставку принимает тот должностный, который их назначил, в данном случае это президент Республики Казахстан, он принимает отставку министров Аким области, а Аким области принимает отставку своих заместителей и Аким районов. Теперь вернули, вы правильно говорите, экспертизу нормативных, антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов. Ранее это было, но в данное настоящее время это уже законодательно рекламентировано. То есть, пред все нормативные правовые акты, это законы и другие неисточные нормативные акты, они будут проходить антикоррупционную экспертизу. Для этого мы сейчас, агентство подготовило, значит, методику, и мы готовим пул именно экспертов во всех областях, которые будут изучать эти законодательные акты. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Огромное спасибо, что нашим телезрителям вы также, наших телезрителей проинформировали касаемо прямого эфира, и что сегодня до 19.00 можно будет задать вопрос. Еще раз, давайте напомним номер телефона. 8776-577-9267. Именно по этому номеру телефона можно задать вопрос и получить компетентный ответ от юриста сегодня в 19.00 на странице в Инстаграм и Фейсбуке антикоррупционной службы. Спасибо вам огромное еще раз. Спасибо большое. На этом наша программа завершена. До скорых встреч. До встреч.